Добрый вечер! Мы приветствуем всех, кто в эти минуты присоединяется к нам на канале «Россия». В студии с вами Галина Алиева. 21 июля в ближайшее воскресенье в Карачаево-Черкесии стартуют девятые игры народов Абаза. Этот праздник, это событие год от года становится все интереснее, все масштабнее. Количество участников растет год от года, количество гостей тоже. Да, собственно говоря, что я вам все это рассказываю? Давайте напомним, как проходили Абазинские игры в прошлом году в ауле «Псыш», который принимал на минуточку более 10 тысяч гостей. Вот уже в восьмой раз в нашей республике прошли игры народа Абаза. На этот раз праздник спорта собрал более 300 участников и 8 тысяч зрителей. Игры принимал самый большой абазинский аул в нашей республике «Псыш». В самих состязаниях приняли участие 10 команд, представлявших абазинские аулы Карачаево-Черкесской республики, город Черкес и даже Республику Абхазия. В программе игр присутствовали различные спортивные дисциплины, такие как футбол, волейбол, бег на 100 метров, прыжки в длину, троеборья и стрельба. А также альтернативные соревнования, где участие могли принять все желающие. Это шашки, дартс и бой подушками. Несмотря на то, что участие в состязаниях принимали в основном непрофессиональные спортсмены, большинство из них готовились к этому турниру не один месяц. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. По итогам соревнований общекомандное первое место и переходящий кубок «Игр народа Абаза» в третий раз завоевала команда Инжи Чукуна. На втором месте – аул Кубина, на третьем – Эльбурган. Но на этом фестиваль Абаза не закончился. Уже в воскресенье на территории парка отдыха и культуры «Зелёный остров» состоялось масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня абазинской культуры и флага. Для всех гостей были организованы тематические площадки, где были представлены картины абазинских художников, национальная кухня народа Абаза, а также мастер-классы по плетению и аквагрим. Республиканская библиотека имени Халимат Байрамуковой представила подборку книг об истории абазинского народа, многие из которых были написаны на национальном языке. Порадовать гостей фестиваля решили и члены Координационного совета женщин Абазинского района, которые приготовили традиционные праздничные блюда. Отведать яство мог любой желающий. Каждый посетитель фестиваля мог на себе прочувствовать гостеприимство абазинского народа, а также присоединиться к национальным танцам или посмотреть организованный концерт. Завершился же масштабный праздник красочным фейерверком. Совсем скоро, в ближайший выходной 21 июля, откроются спортивные игры народа Фабазы. Сегодня мне хочется представить гостей нашей студии, которые более подробно расскажут о всех предстоящих мероприятиях. Итак, у нас сегодня в гостях руководитель офиса международного объединения Алашара в городе Черкесске Мурат Гедугов и президент Академии спорта народа Фабаза Мурат Лисов. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу программу. Я очень рада вас видеть. Я понимаю, в каком цитуте вы сейчас находитесь, потому что буквально какие-то дни нас отделяют от начала грандиозных мероприятий. И тем не менее, мне очень хочется, чтобы сегодня наши телезрители услышали, что предстоит, какие мероприятия может быть новые, может быть хорошо полюбившиеся старые, потому что все-таки опыт уже есть, за 9 лет вы его накопили. И поэтому два дня будут проходить мероприятия, да, это в первый день, 21-го будет открытие спортивных игр, и 23-го на Зеленом острове предстоит открытие замечательного Дня культуры. Я знаю, что это мероприятие пользуется огромной популярностью. Какой абазинский аул принимает гостей в этом году, Мурат? Добрый вечер всем. В этом году абазинские игры народа Абаза будут проходить в Ауле Апсуа. Эта территория, этот аул не просто так выбран для проведения этих игр. Скажу почему. Потому что само место, где оно будет происходить, это в 2021 году, там был открыт ипподром. Внутри этого же ипподрома будут проходить эти игры в этом году. Мы не зря в прошлом году после проведения в ПСЖ абазинских игр кубок передали именно Ауле Апсуа. Все было с руководством, мы обговорили все эти моменты. Для чего, объясню. Передали кубок, отдали Апсуа. Да, Апсуа в данный момент, на сегодняшний день, в полном объеме весь аул принимает участие. Не только весь аул в этом вопросе принимает участие. Другие аулы принимают участие. Все неравнодушны к проведению этих мероприятий. Все хотят, чтобы это мероприятие прошло на ура. Выбран почему это место? Там есть ипподром. Первый раз за 9 лет проведения абазинских игр в этом году там будут присутствовать скачки. Ух ты, как здорово! Раскроем такой маленький секрет. Лошади – это действительно великолепное животное. Место располагает, место позволяет, чтобы провели мы игры и еще и провели скачки. Объединяем два в одном, и мы будем эти игры в этом году проводить на ура. Очень здорово! Участие будут принимать именно по скачкам уже с республики Абхазии, с республики Кабардино-Балкарии, с республики Адыгеи, не считая наших ребят, которые занимаются лошадьми. А сегодня уже можно назвать цифру, ну, количества участников? Это много будет? Участников? Скачик именно. Скачек у нас сейчас по списку, там две категории лошадей будут, чистокровно-английской породы, три забега, там записи у нас сейчас на каждый забег по 12 лошадей, это 36 лошадей, и две скачки местные, они, ну, местные в каком плане, местные лошади, там два забега, тоже вот по 12 лошадей. Ну, наши конники, я очень хорошо знаю, ну, силу, мощь, выносливость ваших ребят, именно конников, кто занимается. Да, ну, это действительно. Да, это так здорово, я знаю про те переходы, пробеги, которые проводит ваша молодежь, да и старшее поколение тоже, поэтому удачи, удачи нашим. Ну, вы знаете, из прошлых материалов, из прошлого опыта, я понимаю, что самым востребованным, что мы называли спортивным видом состязаний, всегда было перетягивание каната и футбол, да? Вот это такое же акта. Да, да, потому что я наблюдала со стороны, как это здорово. Да, действительно, очень интересно. Вообще народ меняется на глазах, говорят, ну, такой спортивный отзор, такая хорошая спортивная злость, что я просто удивлялась всегда нашим ребятам. Знаете, вот этот момент, то, что вы заметили, действительно, он очень прекрасно. Знаете, вот выходят команды, с каждого аула представителей именно перетягивания каната, вот выходит команда. Я вот так опишу в этот момент, выходит лицо этого аула. Вот, если я так скажу, я даже не ошибусь. Выходит лицо этого аула. И вот уже в конце все становятся, и вот на перетягивании показывают, какие ребята в этом ауле находятся. И действительно там здорово, это хорошо, это прекрасно. Так и должно быть. Вот этот здоровый спортивный интерес должно присутствовать не только у Абазин, у всех у нас должно оно присутствовать. Мы же своим примером всем показываем, что можно действительно объединяться и жить так. Совершенно верно. Это наша цель. Действительно, спасибо Экзекуэму Сяхабаевичу, который действительно вот это, вот нацелен на вот содружество, даже вот так скажу, на содружество всего, всего этого. И мы все силы приложим для того, чтобы оно было. Мы показываем пример всем, чтобы люди, у нас чужих же нету, мы все братья и сестры, действительно, чтобы они видели, что можно так жить и надо так жить. И сегодняшним днем мы действительно хотим показать, что у нас получается это. У вас это здорово получается? В этом году единственное мы добавили скачки, а в будущем в дальнейшем. Мы планируем уже дисциплину увеличивать, там уже мы хотим добавлять туда национальный вид игр. В старину то, что проходило, вот это все мы будем потихонечку поднимать, обучать ребят, команды создавать, собирать команды с каждого. И вот так потихоньку потихоньку будем уже внедрять. В этом году мы начинаем со скачек. Первый шаг мы делаем, потому что лошадь всегда присутствовала в нашем быту. Начинаем со скачек, с лошадей, а потихонечку будем уже продвигать и расширяться. Это так здорово. Это огромнейший вклад в сохранение наших традиций, от которых мы так стали потихонечку отдаляться. Мы и преследуем. Сохраняем свои традиции, обычаи и объединить этим всем, все народы. Мурат, а вот ипподром Апсуанский, он сколько готов сегодня принять гостей, спортсменов? Минимум тысяч пять нас точно примет. Сержант переплюнут? Скажу так, благодаря скачкам. Потому что интерес к лошадям у многих людей очень большой интерес. Любого человека спроси, к лошадям у человека есть интерес. Из-за этого, не только из-за лошади, ну да, к лошадям у людей же не такой прекрасный интерес, и все приходят. А игры само собой. К играм у людей уже за 9 лет они настолько наслышаны, насмотрелись именно этих, и все ждут. Я вот в начале разговора, с Муратом мы стояли, разговорили, говорит, вроде бы, говорит, ну, вчера в ПСЖ они проходили, образно, да? Год пролетел, мы не заметили. И весь этот год, кого мы не встретим, все говорят об абазинских играх. Это же хорошо, это же здорово. Все думают уже, когда же они пройдут. Им нужен праздник вот этот. Действительно, это праздник для всех. Не только для абазин, но это праздник для всех. Для всех жителей Карачао-Черкесии. Мы рады всех видеть. Мы прям безумно будем счастливы, когда будут все там присутствовать. Очень здорово. Я так уже в предвкушении такого настоящего спортивного праздника. Но не ограничиваются эти дни народа только спортивными состязаниями. Мурат, что нас ждет чуть позже, уже 23 июля? Да, Галина, 23 июля нас ждет День культуры народа Абаза. Вообще мы позиционируем это и спортивные игры, и День культуры как единый спортивно-культурный фестиваль, который проходит чаще всего с разницей в один-два дня. Мы его объединяем и традиционно проводим с 23 по 21, 24 в этом промежутке. Мероприятие тоже достаточно известно, достаточно массовое. На сегодняшний день, в этом году мы решили подойти немножечко по новой к проведению Дня культуры. Мы переформатировали сценарий, добавили много интересного, очень много изюминок мы добавили в этом году. Тоже не буду раскрывать все секреты, пускай наши зрители тоже придут обязательно, это все увидят вочию. Будет очень интересно. Мероприятие на самом деле дает возможность нам, Абазинам, показать свою культуру, показать свой быт, показать свои традиции, показать то, чем мы богаты. И я, наверное, буду близок к правде, если скажу, что культурно-спортивный фестиваль Абаза, в который включены игры Народа Абаза и День культуры Народа Абаза, являются одним из самых ярких таких мероприятий не только в жизни Абазинского народа, но и всей республики в целом, потому что, как Мурат уже говорил, большое количество представителей других национальностей, наших соседей, наших друзей, они приходят с большим удовольствием, участвуют в этих мероприятиях как участники, как гости. И, безусловно, это нас не может не радовать. Это говорит о том, что это то, что нас объединяет, это то, что нас сплочает, это то, что дает возможность нам собраться в один день всем вместе и приятно, красиво провести время друг с другом. Это мероприятие, на самом деле, объединяет все народы Карачаева и Черкесии. Очень много ребят и карачаевцев, и черкесов, и нагайцев, они нам звонят, говорят, можем мы там свою культуру, можем мы показать свою культуру. И мы стараемся тоже найти какие-то возможности для того, чтобы они тоже поучаствовали. Может быть, коллективы какие-то свои выставили, может быть, свои какие-то народно-прикладные искусства показали. То есть мы открыты для общения. И, как Мурат сказал, на самом деле данное мероприятие является показательным. Мы вообще миссия Мусы Хабалевича Экзекова, президента Международного объединения по сохранению и развитию абазин-абхазского народа, это вот на примере абазин показать, как должно функционировать, существовать общество, здоровое общество, развивающееся общество. И мы не ограничиваемся рамками своего народа, своей организации. Мы хотим, чтобы этот опыт перенимали абсолютно все, не только наши соседи по нашей республике, не только на Северном Кавказе, но и во всей России в целом. Мы готовы делиться своим опытом, мы готовы помогать ребятам, людям, учреждениям, организациям, которые хотят начинать вот такие замечательные начинания, делиться всем, что мы имеем, всеми нашими наработками, всем нашим опытом. Поэтому мы открыты для предложений, с большим удовольствием всем будем помогать тем, что мы можем. Спасибо большое. Такие главные, на эти важные слова прозвучали, они прямо в самую душу, в самое сердце западают. Спасибо большое. Я всегда стараюсь подчеркнуть при каждом удобном случае, что вы правда, вы очень большой яркий пример, когда народ объединяется, и как-то вот на задний план всегда уходит что-то негативное, что портит нашу жизнь. И то, что, вот Мурат правильно сказал, мы же все вместе, мы же братья и сестры, мы один народ Кавказа, поэтому то, что вы затеваете уже в девятый раз, это всегда радует, радует всех. И мне очень отрадно слышать, что ребята, представители других национальностей, тоже являют желание, как бы там ни было, в спортивной части, в культурной части, но все-таки проявить себя и как-то себя заявить тоже. А кроме наших, кроме братьев абхазов, кого мы в этот раз ждем еще в качестве гостей? Может быть, участников? Ну, помимо наших, представителей нашей республики и Абхазии, традиционно, ежегодно к нам приезжают гости из Турции. Раньше приезжали гости из Иордании, из Сирии, и с Италии тоже приезжали гости. То есть это представители абазинской национальности, абазины, которые давно уже проживают в разных странах. Как известно, абазины присутствуют более чем в 50 странах мира, проживают. И мы стараемся их тоже вовлекать в эти процессы, потому что это наш общий праздник, и мы хотим, чтобы в этот праздник к нам приезжали все абазины со всех уголков нашего мира. В этом году, насколько я знаю, с Турции тоже приедут некоторые гости. Они не будут участниками, то есть это не спортсмены. Они просто приедут и поддержат нас в этот день, будут с нами присутствовать, разделять с нами этот праздник. Ну и приедут с разных регионов, со Старопольского края должна команда приехать на Игры народа Абаза. С Москвы, возможно, тоже приедут ребята. И в один год еще с Кабардино-Балкарии абазины тоже приезжали, собирали свою команду, тоже присутствовали. Ну вот география примерно вот такая на сегодняшний день. Очень обширная география. Всегда, знаете, вот приезжие гости в нашей общей массе всегда выделяются. И вот сколько раз я была на празднике, и всегда наблюдалась, каким они неподдельным интересом. И рассматривают наши там произведения, искут наших ремесленников. И с какой они неподдельной любовью пробуют наши национальные блюда. Да, да, да. Да, как они, с каким они неподдельным таким рождением вырываются в танцы национальные. Это всегда очень классно. На самом деле это удивляет, некоторые вещи удивляют не только наших гостей, которые приезжают из другой республики, даже вот наших ребят Абазин удивляют некоторые вещи, которые они видят на дне культуры. Потому что до этого они не знали, что есть такой ремесленник, что у нас есть такие вот народно-прикладные искусства. Как-то не сталкивались по жизни с этим. Они приходят на это мероприятие, видят всю эту красоту, все это добро и тоже удивляются, как на самом деле богата наша культура. Поэтому это играет очень важный фактор в жизни абазинского народа, что мы в этот день можем показать не только всем остальным свою культуру, но и самим себе убедиться, насколько она богата, насколько она разнообразна, насколько она интересна. И вы знаете, очень интересный момент тоже я отмечу. Многие ремесленники, многие представители тех или иных народно-прикладных искусств, мастеров народно-прикладного искусства, они в этот день знакомятся сами по себе, знакомятся, общаются, начинают общаться уже в дальнейшем, и рождаются какие-то интересные проекты уже совместные. Вот, как пример, на играх народа Абаза, когда мы проводили, тоже мы там мини-выставку сделали. У нас там был мастер, который изготавливает традиционные абазинские ножи, и вместе с ним рядом стоял мастер, который делает различные предметы из дерева. Они познакомились, подружились, и вот в дальнейшем начали общаться, и начали уже друг другу помогать, делиться своим опытом, своими знаниями, и они начали делать какие-то совместные другие уже изделия. Этот делает какую-то часть изделия, второй делает другую часть изделия, и рождается что-то новое. Это тоже очень важный фактор, чтобы люди увиделись, познакомились, и в дальнейшем как-то взаимодействовали, получали от этого пользу, и от этого, естественно, народ тоже будет получать пользу. Это очень прекрасное мероприятие на самом деле. Если вот так обобщенно посмотреть, то, безусловно, игры народа Абаза – это больше спортивная направленность, День культуры – это больше культурная направленность, но если посмотреть в корень, то первостепенное значение имеет не сколь культура, не сколь спорт, а сколь объединение людей, сплочение их. Те же аулы, которые проводят игры народа Абаза, они очень сильно сплочаются вокруг этих мероприятий, потому что здесь нужно показать красоту своего аула, защитить честь и достоинство своего аула, если можно так говорить. И поэтому хотят или не хотят, они сплочаются, они объединяются, и вот через совместный труд они рождают замечательные, красивые проекты, реализовывают вот такие замечательные, масштабные мероприятия. И после этого вот эти вот контакты уже не нарушаются, после этого они уже настолько воодушевляются, что они продолжают думать, что бы сделать бы еще. На самом деле вот мы объединились, пару недель поработали, вот такое замечательное мероприятие мы сделали. Давайте продолжать эту историю, давайте продолжать эти традиции. И они начинают уже думать, что для аула сделать. Это же на самом деле легко. Чем больше людей вовлечено в какой-то процесс, тем легче сделать любой проект. Поэтому они начинают верить в свои возможности, верить в свои силы, верить, что они могут изменить мир вокруг себя к лучшему. Поэтому вот это понимание к людям уже приходит, и это удивительно. Я тоже еще один момент такой небольшой расскажу. Раньше мы-то передаем право проведения игр народа Абаза разным аулам. И раньше, несколько лет тому назад, представители этих аулов немножечко переживали, как мы сможем это провести, сможем ли мы вообще игры провести, есть ли у нас ресурсы, резервы, возможности. Они переживали, и как-то вот чуть-чуть с опаской к этому относились. Но на сегодняшний день нам звонят, вот Мурату звонят, мне звонят. Аулы сами звонят, представители главы. Да, представители других аулов, причем маленьких аулов, говорят, дайте нам первенство, возможность провести. Дайте нам это право. Это право, да, игр народа Абаза, потому что они видят, насколько внутри села, где проводятся игры, люди сплочаются. Они говорят, мы хотим тоже сплочиться, сплотиться, мы хотим тоже объединить свои аулы, мы тоже хотим, вот чтобы было так, как вот в том ауле. И вот они нам звонят и вот просят, давайте, пожалуйста, передайте нам право проведения этих игр. И, безусловно, это то, что мы преследуем, то, что мы хотим, чтобы люди имели вот такое вот осознание, чтобы люди хотели проводить такие мероприятия для того, чтобы они могли объединиться и сделать что-то замечательное и полезное для своего аула, для своего народа, вообще для республики в целом. Вот на сегодняшний день мы к этому пришли. Вы знаете, что я хочу сейчас, очень хочу, если, конечно, это возможно, передайте, пожалуйста, огромную благодарность, но низкий-низкий поклон, если так вот по-православному, вот тем хозяюшкам, которые встречают гостей, вот этим удивительным женщинам, которые вот считают целые сутки на ногах, они готовят, они кормят, они встречают, они вновь готовят, они пекут, они жарят. Они удивительные, ваши женщины. Большое-большое им спасибо. Они на самом деле очень удивительные. Вот у нас есть женсовет в рамках работы организации АВАШАР, они выполняют, ну, просто огромную работу. Женщины просто впереди планеты всей, так сказать. Нет, они не устают, они не говорят нет. Вот любые наши инициативы, даже сами проявляют инициативу и не только готовят. Многое из того, что они делают, может быть, немножечко незаметно. Они принимают участие, ну, фактически во всех мероприятиях. Не только организация АВАШАР, а вообще все мероприятия в аулах, которые проводятся, они вот поддерживают. То есть без них, как говорится, нам никуда. Полишаем за это благодарность. Момент такой скажу. На той неделе у нас было совещание в Ауле Апслав. Как раз по этому поводу. Мы собрали весь актив и женсовет в том числе. Ну, уже надо разуме подводить. Сидим, каждое направление обсуждаем и уже дошли до женсовета, который будет в действительности кормить всех. Чтобы им облегчить труд, мы говорим, давайте вот это уберем, вот это оставим, чтобы вам легче было. Мы говорим, нет, мы будем делать все. Я говорю, ну, в такую жару, говорю, ну, поймите, вам будет тяжело, ничего страшного. Мы будем делать все. Как нужно, что нужно и как положено. Я говорю, ради бога, мы только за голову. Ну, я к чему это говорю? Именно вот это желание присутствует. Понимаете? Именно вот это желание сделать все, чтобы людей накормить, чтобы люди были сыты, люди были довольны. Это очень радует всех. Действительно, я... Мы, чтобы облегчить им труд, мы говорим, вот это, вот это уберем, вот это давайте оставим. Мы не согласились. Нет, мы сделаем все. Вы знаете, это тоже, наверное, наша как-то исконно кавказская, что ли. Встретить гостя достойно. Накормить его вкусно. И вот это свойственно вашим женщинам. Еще раз большое-большое им спасибо. Обязательно передадим ваши пожелания. Обязательно передадим. Я думаю, здесь можно еще добавить один момент. Очень важное осознание, то, что пришло людям, это то, что игры народа Абаза и День культуры народа Абаза, это не только прерогатива того аула, где проводятся, допустим, игры народа Абаза. Люди, в общем, народ ощущает, что это их единый общий народный праздник культуры и спорта. То есть они, если в этом году, допустим, в Абсуане проводятся, остальные села тоже не остаются в стороне. Они тоже максимально помогают и финансово, помогают каким-то трудом, приходят им, помогают организовать какие-то работы. Каждый вносит свою лепту. То есть вот это осознание, то, что пришло, что это наш праздник. Это не то, что вот в Ауле Абсувале, в Ауле Псыш проводится, вот они пускай за это отвечают. Нет, это наш праздник, и мы тоже должны свою лепту внести, тоже помочь тем, чем можем. И это то, что, безусловно, не может не радовать. Вот это осознание, вот это понимание того, что это и моя ответственность, это мой праздник. И я должен сделать все, что от меня зависит, чтобы этот праздник стал более ярким, более красочным, более красивым и более масштабным. И даже человек, когда что-то вносит в этот праздник, он ощущает участником, сопричастным к этому празднику. Вы знаете, мне кажется, мы в какой-то момент от этого отошли. Вот так сложилась наша жизнь. В эпоху перемен живем, ребят, да, поэтому мы немножечко отошли. А сейчас вы возвращаете. Вы возвращаете самое главное. Вот такой момент, Галина. У нас же буквально по этому вопросу сейчас постоянно совещание, то внутри коллектива, то с другими жителями аула, которые активны, собрали, посидели, пообщались, говорим, кто что сможет сделать. Просто вопрос, кто что сможет сделать, что нужно, вот это, вот это, вот это нужно. Он говорит, я это делаю. Для аула Апсва я это сделаю. Тот говорит, я это сделаю, я это привезу, я то привезу. Мы обговорили, я говорю, ребята, теперь подождите, кто что привезет, мы уже знаем. А теперь, говорю, ну, все понимаем, что аул Апсва это маленький аул. Он не такой огромный, как и Псыш, как и Кубина, и другие аулы, да, он маленький аул. Теперь, говорю, мы собираемся и делаем субботник. Он говорит, мы за. Мы с каждого аула, говорит, возьмем столько людей и мы приедем. День назначим. Я говорю, хорошо, день назначаем, говорю, мы приезжаем, говорю, как можем, кто как может, что может, делает и уходим. Все. Вот понимаете, суть, к чему мы пришли и для чего все это нужно. Не то, что мы, как Мурат говорит, аул Апсва забросили, ждем, пока 21-е нас умнеет. Все задействованы, все работают, все что-то делают для того, чтобы этот праздник состоялся. Праздник не только для абазин, праздник для всех, для всей этой республики мы делаем. Еще раз повторюсь, мы рады будем каждого, кто будет там находиться. Всех приглашаем, всю республику приглашаем. Спасибо большое. Я еще раз повторю, вот такой классный пример для того, вообще, как надо жить. Как надо сегодня жить. В дружбе, в согласии, в понимании, в взаимоподдержке. Вообще вы классные. Спасибо большое. Я думаю, что, вы знаете, мы сегодня, даже не то, чтобы заинтриговали, нехорошее слово, мы сегодня хороший интерес такой вызвали у зрителей. Заинтересовали. Правда? Заинтересовали, да. Я думаю, что гостей у вас в этом году будет еще больше, чем в прошлые годы. Обязательно. Будем надеяться, будем надеяться. Думаю, надо сказать еще пару теплых слов в адрес нашего президента Международного объединения Лошара, Мусы Хабаревича Экзекова. Все это то, что происходит благодаря ему. Это все, вот это наше мировоззрение, наша идеология, наши идеалы. Это все то, что он нас обучил, то, чему он нас обучил. Человек вырос в советское время, ему есть с чем сравнивать, он как бы пожил и в то время, и в это время, и в другое время. Естественно, ему есть с чем сравнивать, он хочет, как вы сказали, чтобы пришли те времена, когда люди на самом деле друг друга любили, друг друга уважали, часто друг к другу ходили в гости, чтобы они объединялись, сплочались. Раньше, вы помните, люди собирались, кому-то дом строили, кому-то ограду ставили, кому-то в чем-то еще помогали. Это были прекрасные времена. Естественно, Мусаха Балевича Гзеков, имея возможность сравнивать, хочет вернуть те времена, те прекрасные времена, когда люди не прятались друг от друга за забором в своих домах, а наоборот шли друг к другу в гости, помогали, были отзывчивыми, сплоченными, крепкими в своих родственных, дружественных и соседских узах. Это то, к чему он стремится, и то, чем нас обучает, и то, что мы транслируем сейчас в народ. Все, что мы делаем, мы называем вкупе методом экзекова. Это на самом деле тот метод, который он сегодня пропагандирует. Его мысли, его идеологии, его созидательные идеологии мы называем. Мы сегодня пытаемся этим заразить максимальное количество людей. Как я уже говорил, мы хотим, у нас такая достаточно масштабная миссия, масштабные цели. Мы хотим, чтобы этой идеологией заразились вообще все в рамках нашей России. И у Мусаха Балевича такая долгоиграющая идеология, чтобы та система, которую он построит, она работала не на какие-то годы, а на десятилетия, а то и на столетия вперед. Мы очень надеемся, что мы сможем заложить такую основу. Пускай мы не многочисленный народ, но у нас потенциал достаточно хороший. Мы можем показать очень хороший созидательный пример для наших соседей и вообще для всех жителей нашей страны, что как надо правильно жить в рамках определенного общества. Как созидательно идти по этой жизни вместе со всеми сплоченно и объединенно. Я не надеюсь, я уверен в том, что мы сможем этого достичь и показать прекрасный пример того, как мы должны жить на самом деле. Какова жизнь должна быть для всех народов нашей страны. Я от души желаю, чтобы все получилось, как вы задумали, чтобы никаких провальных моментов не было, чтобы и игры, и культурная программа, все это состояло, чтобы гостей достойно встретили. Ну, что нам еще пожелать, что нам всем теперь еще пожелать для того, чтобы этот праздник состоялся? Ну, чтобы погода была хорошая, чтобы жара нас немножечко пощадила в этот день. Ну, а вам терпения, удачи и большого-большого успеха. Я благодарю вас за сегодняшнюю встречу. А вам, дорогие друзья, хочу напомнить, что 21 июля, ближайшее воскресенье, состоится открытие Игр народов Абаза. Приезжайте в аул Апсуа, а далее в продолжение уже 23 июля ждем вас в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», где также насладитесь музыкой, атмосферой, танцами. В общем, не пожалеете, приходите. Ну, на этом все. С вами в студии была Галина Алиева, а вы оставайтесь на канале «Россия». До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова